Друзья, сегодня у нас будет формат импровизации и непринужденности. Включил камеру без тезисов, плана, говорю, что думаю, поэтому как подкаст, наверное, зайдет под еду. Надеюсь, тоже приятного просмотра. Добрый вечер, аудитория. Тема сегодня для школьников и студентов, животрепещущие экзамены. Своё ЗНО, ваше ЕГЭ, я сдавал примерно 8 лет назад, и это настолько был стрессовый период, что я помню его до сих пор. Сегодня, просыпаясь и вспоминая, что кому-то сегодня на экзамены, я благодарю Господа, что мне на них не надо сейчас идти. Настолько это был стрессовый период. Целью этого видео является поддержка школьников, студентов. Я буду вам пытаться объяснить, что не только вы через это прошли, я в том числе. Это настолько сильно на мне отразилось, что спустя такое количество времени, 8 лет, но до сих пор это больше 8 лет, я сейчас буду говорить про 9 класс, с того момента еще больше времени прошло, что я до сих пор это помню, насколько это сильно оставило отпечаток в моей жизни. 9 класс. Если я ничего не путаю, именно тогда, когда я был в 9 классе, внедрили эту систему оценивания знаний после школы, и для наших преподавателей окончание 9 класса это было возмездием. Мы были очень херовым классом, мы постоянно срывали уроки, мы показывали образцы антидисциплины, и наши преподаватели искренне верили, что 9 класс все расставит по местам, что все те ублюдки, которые срывали уроки, они получат по заслугам, совершится вот это великое мщение Господне! Но нихуя не произошло, к сожалению, потому что экзамены были достаточно простыми, а страшнее в этих экзаменах была прелюдия к этим самым экзаменам. Нас весь год пугали, что все, будет этот срез знаний, и мы почему пугались, потому что срез знаний, а что срезать-то, знаний никаких нет, мы нихуя не понимаем. И для меня 9 класс очень важен тем, что я начал готовиться за месяц до экзаменов, до всех этих биологий, математик, английского языка, украинского языка, и, по-моему, все, больше ничего не сдавал. На момент 9 класса у меня были крайне сложные отношения с родителями, они меня не воспринимали как самостоятельного человека, был анально-тотальный контроль, ничего не разрешалось, никуда идти не разрешалось, гулять только до темноты, вот, не позже, иначе будешь наказан, хотя, по большому счету, наказывать меня никак нельзя было, потому что денег мне и так не давали, ходить куда-то особо мне тоже не разрешали, чего мне может было лишить компьютера, ну, разве что, хотя у меня его тогда нет, был, 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 блядь, как это давно было, пиздец, еле вспоминаю. 9 класс, месяц до экзаменов, я усиленно веду подготовку, готовлюсь по учебникам с кратким изложением, первый экзамен биологии, я ее сдаю на 8 баллов, в Украине 12-бальная система, и это в два раза больше, чем я обычно сдавал биологию в школе, потому что обычный балл у меня был 4, я, блядь, из курса биологии помнил только пестик, тычинка и не более, я сдаю на 8 баллов, и биологичка просто охуевает, как это, мать его, происходит, как он мог сдать на 8 баллов, потому что биология, это был тот предмет в школе, где я особенно плохо себя вел, потому что я видел абсолютно бесполезность этой дисциплины для меня, не знаю, что это в принципе бесполезная дисциплина, она бесполезна была для меня, я это понимал, я себя вел просто как хотел, и биологичка, естественно, надеялась, что наконец-то меня экзамены-то порешают, не порешали, пососало. Далее был экзамен по математике, каким образом я его сдал, честно, я не знаю, я не могу вспомнить, потому что я вообще не знаю математику, вы знаете, вот все-то говорят, я не знаю математику, но любой контрольный, ой, я не подготовился, я не знаю эту вашу математику, а дальше были другие экзамены, в них не было ничего интересного, всех их я сдал нормально, самое интересное произошло после сдачи этих экзаменов, родители поняли, что весь год он волоебил, за месяц он взялся, собрался, подготовился, сдал экзамены, перешел в следующий класс, и с этих самых пор, именно с 9 класса, поводок родительский с меня сняли. Именно с этого момента начался лучший период моей школьной жизни, потому что родители полностью, в хорошем смысле, забили на меня болт, перестали за мной следить, и чтобы долго не разлагольствовать, я просыпался утром, шел на кухню, говорил, мам, я сегодня никуда не иду, у меня предметы не особо важны, я буду сидеть дома. Я такой, хорошо, мама говорила, окей, сиди дома, она же мне доверяет, она понимает, что я хуже себя делать не буду, и пока моим одноклассникам приходилось шкериться по подъездам, зависать у кого-то, у кого мама ушла рано в школу на работу, там, где они вот прогуливали, школу я имею в виду, то есть школу прогуливали, им приходилось где-то прятаться. Пока мои одноклассники тряслись в страхе, что родители узнают, что они прогуляли, у меня все было максимально легализовано. Если классный руководитель звонил моей маме на дом, она спокойно меня покрывала, и с тех пор я начал в школу ходить именно тогда, когда я хотел. Это был лучший период жизни, потому что, ну, вдумайтесь, вашим одноклассникам приходится трястись, прятаться где-то в парадных, во дворах, еще где-то, а я спокойно лежал себе дома, высыпался, мне было охуенно. Ощутив всю ответственность в девятом классе, оправдав ее, десятый класс показался максимально простым, потому что никаких экзаменов в конце года не было, и десятый класс был настолько классным, что я вообще не ходил в школу. То есть это был период максимальных прогулов. Я даже учебники в начале года, в десятом классе, я не взял учебники практически ни по одному предмету, потому что я понимал, что ничего делать не буду, потому что что мне сделать? В конце года экзаменов нет, на какие-то контрольные подготовиться мне легко, ничего не надо делать, все. Да, это уже не исключали. И далее идет одиннадцатый класс, класс выпускной, и в десятом классе я вытворял настолько ужасные вещи, что одиннадцатый класс для преподавательского коллектива моей школы, это был год возмездия. Они понимали, что сейчас эта сволочь действительно за все расплатится, за все те бесчинства, за весь тот беспредел и произвол, который он устраивал, он за это заплатит сполна. И я предпринимаю тактически гениальное решение. В начале года я продолжаю устраивать абсолютный беспредел, то есть мы срываем уроки, мы кричим на задних партах, и когда я понимаю, что я от этого никуда не уйду, от вот этой кары, я просто меняю школу. Спустя время мне жалко преподавательский коллектив, потому что то, что я устраивал, я понимаю, что они этого не заслуживали. Устраивал, кстати, не только я, но и весь мой класс, это был очень проблемный класс, у нас был, получается, класс на параллели, и они были прям примерами для подражания. Нам всегда говорили, вот, равняйтесь на них, какие они хорошие, какие они идеальны, и нас это еще сильнее подстегивало для того, чтобы вести себя максимально охуево, потому что нас вот эти конформисты, оппортунисты раздражали, мы хотели делать все иначе. То есть преподавательский замысел, что мы будем на них равняться, он совершенно не сбылся. Спустя время мне жалко преподавателей, потому что получали они деньги небольшие, им приходилось терпеть класс вот этого сброда, но с другой стороны, мы так себя вели еще, потому что система была к нам несправедлива. Это обоюдная ненависть друг к другу, потому что система неправильная для ребенка, для школьника, и школьники неправильны для преподавателей, и мы в итоге ненавидели друг друга. Класс 11, я помню, гораздо яснее, ответственности становится намного больше. Помимо того, что надо сдавать школьные экзамены, выпускные, так еще и надо сдавать независимое вот это тестирование, ЗНО, оно у нас так называется, зовничное незалежное отсиневание. У вас это ЕГЭ. И ты понимаешь, что это пиздец. Весь год ты так или иначе пытаешься не волоебить, что-то учить. У меня новая школа, я показываю там неплохой уровень, поскольку это была специализированная школа, нет, это была не школа-интернат для дебилов, это была просто частная пиздец, какая дорогая школа. На тот момент родители за нее платили, по-моему, 400 долларов в месяц, а курс был меньше 8, да, да, точно меньше 8 был. То есть это очень дорогая, это очень престижная школа, и там был особенный подход к обучению. Преподавательский коллектив, когда я туда поступал, я сдал по каждому предмету, я сдал небольшой тест, они оценили мои знания, и они поняли, что у меня есть сильные стороны, и на эти сильные стороны необходимо делать фокус. У меня есть слабые стороны, и с ними надо работать еще сильнее, чтобы подтянуть меня до среднего какого-то значения, чтобы я очень хорошо сдал экзамены. По крайней мере, просто хорошо их сдал. И на протяжении года я получал специализированную такую помощь. Мне постоянно давали дополнительного преподавателя по предметам, где я не успевал. Мне давали дополнительного преподавателя по предметам, где я преуспевал, чтобы я преуспевал еще сильнее. В принципе, в какой-то степени это была сингапурская, ну, полусингапурская система образования. Именно тогда я понял, что частная школа всегда будет лучше государственной, и что именно то, как выглядела моя частная школа, так должна была выглядеть государственная. Именно тогда я полностью ощутил, что я плохо учился не потому, что я был какой-то неправильный, а потому что школа была неправильная, система была неправильная. Она, именно система, обязана была под меня лечь. Не я под нее должен был подстраиваться, а она под меня, под школьника. Именно поэтому та система, которая подстраивается под школьников, под студентов, показывает лучшие мировые результаты по уровню образования, ну и так далее. Ладно, чуть отвлекся от темы. Заканчивается 11 класс, мы сдаем экзамены, и преподаватели на внутришкольных экзаменах нам очень хорошо помогают. Мы договорились с учительницей по украинской литературе, языку, ну да, по украинскому языку, как же жопа липнет, кошмар. Мы с ней классно договорились следующим образом, что когда будет диктант, она будет совершать особенные манипуляции телом, и это будет означать, что надо ставить запятую. Вот. Поэтому экзамен мы сдали более-менее все нормально, ну все его сдали нормально. По другим предметам преподаватели были не настолько благосклонны к нам, они сделали одолжение и просто за нами не наблюдали. Они закрывали глаза на то, что кто-то списывает. Если увидели у кого-то телефон, они такие... проходили мимо. Это позволило мне сдать математику, потому что я даже при специальном обучении я не смог понять математику вообще. Как вы поняли, все экзамены в 11 классе мы сдали хорошо, но вот это волнение на протяжении всего года вплоть до самого экзамена оно преследовало нас по пятам. Ты понимал, а что будет, если я не сдам? Что произойдет? И так далее. С ДПА все было успешно закончено. Я не помню оценки, но они были хорошие. Твердые четверки по всем предметам, в том числе, кстати, по математике. Но мне разрешились писать, естественно. А впереди было с ДНО ЕГЭ, и это было действительно страшно. Готовиться я пытался на протяжении всего года, но после сдачи ДПА подготовка стала еще более усиленной. И я помню этот период, как я закупался энергетиками, я сидел просто круглые сутки напролет, повторял, заполнял эти тесты, перепроверял себя. Сильнее всего я готовился к истории, к украинскому языку. К нему была особенно сильная подготовка, потому что это очень важный предмет в Украине, что неудивительно. И у меня всегда были с ним проблемы. Украинский язык, он безумно сложный. Он, на мой взгляд, сложнее русского тем, что в русском языке очень много правил исключения. А украинский язык, на мой личный взгляд, по моим ощущениям, он весь состоит из исключений. И на этих самых исключениях все ЗНО, в принципе, и строилось. Ты должен был понимать, где вот надо ставить мягкий знак, а где не надо. И в этом слове вроде бы по правилам надо, но оно, вот это слово, возможно, попадает в правила исключения. И вот подобных тестов там было 30 вопросов из 30 вопросов. Ни один из них я не ответил правильно. К этим 30 вопросам по украинскому языку еще были 30 вопросов по украинской литературе. И их я сдал очень хорошо, именно поэтому у меня средний балл вышел где-то по украинскому языку 174, если я ничего не путаю, из 200. Это нормальный балл, это проходной балл в любой вуз. Я закупался энергетиками, я читал книги, я заполнял эти тесты. Это был ужасный стрессовый период. И тогда я прекрасно запомнил имя на тот момент министра образования. Его звали Табачник. Именно эта сволочь внедрила эту систему. Я грезил желаниями, что когда-нибудь я сам стану министром образования и отменю эту срань просто нахер. Потому что она не показывает моего уровня знаний и истории. Она не покажет ничего, кроме того, как я смог справиться с волнением. Неужели в этом смысл всего этого? Все-таки у ЕГЭ и ЗНО есть позитивные моменты. Это шанс для детей из сел, из регионов, из бедных семей получить возможность учиться в крутых, престижных вузах. Когда я поступил в вуз, я поступил на контракт. Мне не хватило, на самом деле, небольшого количества баллов, чтобы поступить на бюджет. У нас был просто недобор. Не потому что я как-то очень круто сдал экзамен. У нас был просто недобор. Поскольку год моего выпуска, это был экспериментальный для системы образования. Год мы пропускали некоторые классы. Когда я приходил в университет, в приемную комиссию, до сих пор помню, мы с отцом туда приехали в 4 утра, потому что очереди были колоссальные. Я видел контингент, который в перспективе должен был со мной учиться. Это все сельские лица. Не то чтобы я представитель голубых коровей, просто видно было по ребятам, что они из села. Ты знаешь, что они плохие? Просто люди попроще. Не такие городские, как мы. Точнее, городские. Это они городскими стали. Вот. О чем это? И именно тогда я понял, что это круто. Эти люди, которые имели гораздо меньше возможностей, меньше денег, меньше всего, они будут учиться со мной на одинаково престижном факультете. Это здорово, но то, как эта система проводит оценку знаний, вот это не здорово. Сейчас я говорю за Украину, я не знаю, как в России, ЗНО пересдавать нельзя. Только в экстренных ситуациях. Я не знаю, вулкан какой-нибудь взорвался, или у тебя там было какое-то соревнование. То есть мега уважительная причина. Только при наличии этой причины ты сможешь получить разрешение на пересдачу. В принципе, разрешения на пересдачу нет. Только на следующий год, что пересдачей, в принципе, не является. Потерянный год, в принципе. Напомню, сдавал я всего три экзамена. Объединенный экзамен украинский плюс литература. История. История Украины, естественно. Мировой истории, по-моему, не было. И английский язык. Все остальное я не сдавал. Это сейчас в Украине ввели, насколько я знаю, обязательную математику. У меня тогда этого не было. Если бы была, было бы плохо. Так вот, по поводу экзамена по украинскому языку литературы. Украинский язык я всегда плохо сдавал диктанты. Всегда плохо знал его правила. Это очень сложный язык. Именно поэтому его никто не знает, на самом деле. Только политики, только журналисты и только школьники в состоянии его знать нормально. Обычные люди, которые говорят на украинском языке, таких в Украине много. Почему-то россияне считают, что украинский язык, он существует только в документах. Его искусственно навязывают. Огромная масса людей в Украине использует этот язык. А причем это далеко не только запад страны. И так вот, все эти люди, они, как правило, говорят не на том языке, который мы учили в школе. Они всегда с какими-то дополнениями, с какими-то диалектами, еще с чем-то. А тот язык, который в школьной программе, его никто не знает, на нем никто не говорит. Вы хотите проверить мой уровень знания языка, который я, в принципе, на тот момент знал неплохо. Я его сейчас знаю нормально. Но вы пытались проверить то, как я вызубрил вот эти ваши ебанутые правила. Окей, вы победили, у меня его сдать не получилось. Но к нему было прикреплено еще 30 вопросов по украинской литературе, а ее я знал нормально. Я ее все перечитал, я ее все понял, у меня, по-моему, ни одной ошибки в этих 30 вопросах не было. Плюс еще, ну, я сказал, что я ни один вопрос по украинскому языку нормально не сдал. На самом деле там парочку я все-таки сдал, они приплюсовались, и у меня получилась оценка 174 где-то так. То есть это нормальный балл. Далее идет экзамен по английскому языку, и я к нему не готовлюсь вообще. Все это время я трачу на подготовку к истории. Почему? Потому что я понимал, что за месяц английский язык ты точно не выучишь. Ты его учил либо в школе, либо ты его учил никак. Он для меня прошел достаточно просто, я совершенно не переживал. На тот момент английский я знал достаточно неплохо. Прихожу на экзамен абсолютно спокойно, и я понимал, что я его спокойно сдам. Просто изи будет. К истории я готовился целый год, вопреки маня-фантазиям, всем ура-патриотам из числа наших соседей. История у Украины, к сожалению, к сожалению для меня тогда как студента, будущего студента, она была. Вот, к сожалению, потому что ее приходилось учить, и ее было слишком много. И самые мерзотные вопросы, которые мне сложнее всего давались, это вот есть какое-то событие, я понимаю это событие. Какие были последствия у этого события, какие были предпосылки у этого события. Но я, сука, не могу запомнить год. Всегда с числами у меня были проблемы. Именно поэтому мне не давалось ни физика, ни математика. Точной науки это вообще не мое. И таких вопросов, тестов по истории было очень много. И я понимал, что я их просто проебу. Потому что, ладно, я готов сказать, в какой половине какого века это произошло. Какие были последствия и так далее. Но система хочет не этого. Система хочет, чтобы ты точно знал год. И там были вопросы, где были события за один год, то есть 1920-й, например, и шесть событий, которые произошли за этот год. Расположи их в хронологическом порядке. Можно догадаться логически, что куда ставить, без проблем. А есть те события, где тебе надо именно расставить их год самостоятельно. Вот это уже пиздец. И именно эти вопросы были сложнее всего для меня на этом экзамене. Я понимал, что это будет сложнее всего. И я сделал шпаргалку. Я просто себе взял маленькие листья, вот примерно такого размера. И я написал даты и буква возле каждой даты, которая означала определенное событие. Все. То есть я не писал, что оно означало. Хотя в тестах тогда были вопросы, где вот есть такой какой-нибудь договор, есть какой-нибудь акт и так далее. Что он означает. Это вообще изи. Просто вот так я это решал. И у меня получилось писать. Я не знаю, как сейчас. Что, как происходит. То есть я видел сегодня по новостям, что классы, где сдают экзамены, их пломбируют. Нас такого не было. Нам обещали, что на экзаменах будут глушилки, которые будут глушить связь, телефон и так далее. Этого не было. По крайней мере у меня. И у меня получилось отпроситься попикать. Я, естественно, прихожу в туалет, закрываю кабинку, смотрю даты, все понимаю. Ага, окей. Возвращаюсь. И я отвечаю на 2-3 вопроса. У меня получилось в принципе списать. Вообще, по поводу списывания, я уверен, что сейчас система очень сильно обросла возможностями. История была последним экзаменом. Я понимаю, что я ее сдаю хорошо. И что у меня не будет никаких проблем с поступлением в ВУЗ. Что можно сказать в заключении? Действительно, самое страшное, что в этих экзаменах есть, это прелюдия к этим экзаменам. На тебя осуществляется прессинг со стороны родителей. Ты понимаешь, что ты не можешь их подвести. Они на тебя надеются. На тебя давят преподаватели. На тебя давят системы. На тебя давит жизнь. Ты сам. Что с тобой станет, если ты не поступишь? Если ты не наберешь необходимого балла. В какую шарагу тебе придется из безысходности пойти? Как по пизде пойдет вся твоя жизнь? И так далее. Очень серьезно подойдите к вопросу тому, куда вы будете поступать. Потому что многие после первого курса расстраиваются. И понимают, что они выбрали неправильный путь. Возможно, вы как бы сильно не старались подобрать нужный ВУЗ для себя. Вы облажаетесь. И после первого семестра вы поймете, что это не мое. Дальше я здесь учиться не хочу. Поверьте, вы потеряете гораздо больше времени, если вы доучитесь до конца. Бросьте это дело. И поступите в нормальный ВУЗ, который вас больше устраивает. Да, вы потеряете полгода или целый год. Но вы, по крайней мере, не потеряете всю оставшуюся жизнь. Подавляющее количество телок на моем факультете после первого курса поняли, что работать юристами они не будут. И дальше продолжалась просто бесконечная монотонная зубрежка. Зазубрил, сдал, забыл. Все, вот такая система, ну куда это годится? Ты никогда не будешь грамотным, хорошим специалистом. Ты поступил, это не твое, ты понимаешь, что ты облажался, не продолжай тянуть эту проблему, обруби ее на корню. Если у тебя не будет проблем с армией, то есть тут сразу скажут, что сразу в армию заберут, отмашься, забашля, нет денег, накопи, что угодно сделай. Но не надо, это твоя жизнь, она у тебя одна. И ты ее потратишь на то, чтобы учить то, что тебе не надо, чтобы работать впоследствии там, где ты не хочешь. Пожалей себя, ты у себя один. Возможно, стоит год посидеть, позаниматься, накопить денег и куда-нибудь уехать. Возможно, в другой город, в более престижный вуз, а быть может в другую страну. Ты скажешь, ну блин, это целый год, это кошмар. Гораздо страшнее, если ты потратишь пять лет, а не один год. И этот год ты будешь учиться, накапливать деньги, у тебя будет возможность. Поэтому, ладно, думайте сами, почву для размышления, я надеюсь, я вам дал какую-никакую. Импровизационный формат, опять-таки, говорю, что пришло в голову, особо не размышляю. Что я хочу сказать в итоге, в заключении. Школота, будущее студентата. Мои слова не вселят в вас уверенность в себе, вы все равно будете обсыкаться со страха. А вдруг не сдам, а вдруг пойдет что-то не так, а вдруг не поступлю. Я не смогу вам помочь, вы сильнее моих убеждений, ваша уверенность в своей неудаче сильнее моих убеждений, к сожалению. Не хочется продолжать что-нибудь говорить, потому что я прекрасно помню себя в то время. И все вот эти успокаивания, типа, ой, мы все через это прошли. И тогда мне так было на это насрать, оно мне вообще никак не помогало. И я не хочу повторять то, что делали со мной. Поэтому просто сдавайте, и я ничего не буду говорить. Просто все, всем пока. Все, что хотел, все сказал. Удачи, до скорых встреч. Всего вам хорошего и доброго.